Здравствуйте, дорогие друзья! Разделы наши, Янцавимы, Ваэллы, они содержат немало таких вот, знаете, афористических фраз, дарующих такую серьезную пищу для размышления и самоанализов в канун грозных дней Небесного Суда, в канун периода между Рушушана и Йом-Кипуром. Эти праздники нам осталось до Рушушана совсем немного. И потом, давайте рассмотрим одну из этих фраз. «Скрытое Богу, открытое нам и сыновьям нашим навечно, чтобы исполняли слова учения этого». По мнению Раши, здесь идет речь об очень серьезной вещей, о коллективной ответственности за грехи отдельных людей. Ведь Бог как говорит, «Вы меня спросили, что нам делать, если ты спрашиваешь нас за человеческие грехи, намерения одного всех?» Вот если мы отвечаем за всех. Ведь сказано, может быть, среди вас есть мужчина, сердце, которое отворачивается от Бога. Сказано так в Торе. А затем написано, и увидят бедствие той страны. То есть, бедствие постигнут всех тех людей. Но ведь человек не знает, что в сердце другого. Человек не может отвечать за всех, за себя и не всегда. Написано так, знаете же, написал великий Раши, «Я не наказываю всех за грехи, совершенные скрытно одним человеком». Этого грешника я сам покараю. А вот за грехи, совершаемые открыто, вы должны наказывать. И когда вы не творите справедливый суд и проходите мимо, никогда не искореняется зло из своей среды, вот тогда, если у вас не будет справедливого суда, я вас накажу. Понимаете, в чем здесь проблема? Ну, давайте посмотрим на Израиль в последнее время. Несчастье за несчастьем сбрасывается на эту страну 7 числа. То есть, сейчас война. Почему? Ну, давайте вспомним буквально несколько коротких период назад. Огромные гей-парады по всей стране. Разукрашенные эти ходят, и никто, в основном не 99, все говорят, ну зачем связываться, зачем? И действительно думают, что еще больше разброд в народе и так далее, но это не так. Когда в своей стране вы видите, что свершаются неправосудные, безумные вещи, небожественные, и молчите, ничего не делаете, написано, что вот тогда и на сне отступает все. Вот об этом надо задуматься. Вообще, обратите внимание, человек, он приходит к Богу, но когда у него проблемы? То есть, чем Богу, который знает, что благо для человека прийти к нему, надо послать человеку проблемы? Обратите внимание, в окопах атеистов нет, говорит пословица. И сейчас, вот я могу рассказать короткую мазь, вот почему нам надо все-таки самим приходить к Богу, особенно в одни дни. Один солдат, евреи забрали его на войну, и он совсем не хотел воевать. Ну, как, что говорится, называется, привязали к Сентлу, поставили в атаку. А у него на боку фляга горячего супа. И вот он хотел там отсидеть сзади, но в это время с фляга перевернулось. Горячий суп вылился на лошадь. Почувствовать ожог лошадь помчалась в сторону врага. Солдаты неприятеля увидели храптеры, и такой на них скачет. Бросились назад, за этим солдатом другие солдаты. Блестящая победа, все. Построили перед строем, после боя ему командир говорит, как тебе удалось? Я тебя знаю, ты за такую смерть полагается на грани. Как так? Тот говорит, вы знаете, это не моя храбрость. Это на коня пролился горячий суп, и я не сумел его унять. Обожога он помчался вперед. Командир послушал, говорит, ну что ж, награду должна получить твоя лошадь, а не ты. Вывод ведь какой у нас? Если причиной возвращения к торе является болью, опасение за жизнь, болезнь или что-нибудь, то в таком случае награда полагается не человеку, а тому, кто привел к нему. Вот об этом надо подумать. Мы с вами перед шаббатом. Великий шаббат, который перед Рошашона. Надо хотя бы этот шаббат постараться с радостью и правильно построить, отличив его от всех дней недели. Обратите внимание, шаббат дает нам определенный такой другой настрой, другая какая-то оболочка, радость. Человек совсем иначе. А еще не любит шаббата. Поймите правильно. Кто здесь пребывает в субботу, не в радости, и она ему не подходит, то, что происходит. Шаббат это прообраз будущей жизни. Получится, что он сегодня уже готовит все неприятности на всю бесконечную жизнь. Если ему не нравится шаббат сейчас, то в вечности ты будешь все время переживать этот день. Ну так стоит это того? Нет. А вот если научишься радоваться в шаббат, тогда и вечность будет радоваться. Брахава, Ацлаха, хорошего шаббата, хорошего нам всем приговора и печати на нем, и чтобы закончились все беды в прошлом году и все несчастья. А все осталось в прошлом. И теперь только хорошее. Брахава, Ацлаха. Субтитры разогнували. И переходите.